Эта книга посвящена всем людям, которые умерли на её страницах. Стив Моё первое шоу Snow Effects состоялось, как она, в тизер. В дешёвом баре, который привлекал публику, предлагая бесплатное пиво и хот-доги, голодным панком и металлхедом по средам. Мы играли вторыми по счёту вместе с Wasted Used, The Adolescence, Tender Fury, The Grim и неизвестной группой из Седла, которая называлась Нирвана, которая не удосужилась появиться. Это было кошмарно. Возможно, я отыграл S&M Airlines и ещё одну песню более-менее толково, но все остальные я лажал. Но тогда я осознал, всем плевать на это. Когда кто-нибудь из института игры на гитаре играл на шоу, остальные студенты приходили поддержать своего коллегу, на самом деле они стояли, скрестив руки на груди, думая, я бы мог сыграть это лучше. Но только они панки. Они были в говно и счастливы, и я им, похоже, нравился. А парни из группы даже не замечали моих лаж. Всё неслось стремительно в те несколько месяцев. Должен был выучить весь альбом S&M Airlines за три недели, а после этого сразу отправляться в студию. Позже люди обвиняли меня в том, что это я привнёс влияние металла в альбом S&M Airlines, но все песни были написаны и записаны в демоверсиях до моего приход. Моим единственным опытом записи к тому времени была запись с Тантрум и Камикадзе Кеном в переделанном домике для гостей. И вот внезапно я в настоящей студии с Бреттом Гуревичем. Я впервые услышал мой фэкс всего месяц назад, и вот я уже подписывал и парафировал какие-то бумаги, в которых речь шла о процентах и авторском вознаграждении, которых я никогда даже не читал до этого дня. Мы снимали видео на S&M Airlines с тогда ещё неизвестным режиссёром Гором Вербинский, и началось всё с нашего шоу в антиклаб. Посреди сета я вывихнул колено и впоследствии упал на ложе из бутылок и пивных бокалов, оставленных у ног людьми, которые выпивали под сценой. У меня не было медицинской страховки, так что я не рассчитывал ехать в больницу. Я просто перевязал ногу эластичным бинтом и отправился на следующий день с группой на авиабазу ВВС в Эдвардсе, чтобы продолжить съёмку видео на одной из взлётных полос. Я не мог особо двигаться с травмированным коленом, так что в видео Мелвин прыгает за двоих. Я и так никогда не мог делать это наравне с ним. Всё на что я сподобился, это скачки в духе Чака Берри, которые, как вы можете видеть, Майк и Мелвин делают вместе со мной на видео и во время шоу, или из чувства солидарности, или просто глумясь, а скорее всего и то и другое. Для низкобюджетного музыкального панк-рок видео это были впечатляющие съёмки. Я помню, как Гор примотал скотчем камеру к концу ПВХ трубы и удерживал её над взлётной полосой, сидя в пикапе, который вёл его друг на полной скорости. Гор поднял камеру как раз перед тем, как она столкнулась бы с зубами Майка, чтобы снять взлетающий кадр со съёмочного крана. Годы спустя, когда я смотрел «Пираты Карибского моря» с моим сыном и имя Гора появилось на экране, я зажжал на весь зал и сказал «Я знаю этого парня». Слово «тур» было тем, что пьянило мои уши, когда я впервые познакомился с Эриком Мелвином. Это было показателем настоящей работающей группы, и это означало приключения и восторг на каждом шагу. Но подобно переезду в Лос-Анджелес и подобно поступлению в музыкальную школу, поездки в тур были далеки от того, что я представлял. В течение трёх с половиной месяцев мы были в заперти венахим чистки без задних сидений, с вонючим матрасом, брошенным на фанерный настил поверх нашего оборудования и боковой дверью, которая приоткрывалась лишь на чуть-чуть. Мы выживали на питание от Бургер Кинга по акции «Два бургера за два бакса» ежедневно и играли шоу на задних дворах, зачастую получая лишь пиво в качестве оплаты. Дни отдыха были отвратительны. Мы торчали посреди какой-то глуши, не зная чем заняться и куда бы мы ни пошли, люди продолжали повторять «Ты не Дэйв» и обращаться со мной или ко мне, как к Сэмме Хагару, что обычно происходило после того, как Майк таким образом представлял меня публике. Спать на полу и ходить немытым поначалу было сложно, но я привык к этому. И когда нам доставили коробку первого тиража S&M Airlines прямо посреди тура, это было лучом света не только в туре, но и во всей моей юной жизни. Я никогда не участвовал в реальной записи до этого, чувство признания подкрепляло меня неделями. Но наши туры длились месяцами. И в наших турах принимали участие малахольные братья. Вы знаете, что такое прессованная ветчина? И тогда вы спите кверху носом, и кто-то садится на вас без какого-либо нижнего белья и пытается дотронуться до вашего носа своим задним проходом. Как-то я проснулся от того, что Эрик Сэндин был в считанных миллиметрах от выполнения данной миссии на моем лице. Жопа ли яйца ли? Это игра, в которой Сэндин и Диджей вытирали свои пальцы о мошонку или жопу, подваливали к ничего не подозревающей жертве и размазывали свою вонь по носу жертвы. Они спрашивали, жопа ли яйца ли? И ожидали вашей отгадки, это была жопа или яйца? Не плевать, каким мылом вы пользуетесь, эта вонь останется с вами навсегда. Жопа трубит! Начинается с того, что вы засовываете садовый шланг себе в задницу и наполняете толстую кишку водой. Я помню, как Сэндин подготовил все для этого номера, натянул трусы, подошел к парню, который сидел на садовом стуле на заднем дворе. Никогда я еще не был так счастлив, не оказавшись на месте другого человека в тот момент, когда Эрик снял трусы, нагнулся и изверг свои жидкие недра на колени парня. В то время, как жопные пранки были зачастую лишь омерзительными, более изощренные примеры были более жестокими. Как-то раз мне посчастливилось ехать на переднем сидении Уэна. Каким-то образом Сэндин и Диджей достали полные воды брызгалки. Каждую пару секунд, пока мы ехали сквозь пустыню Нью-Мексико, они прыскали мне на затылок. Поначалу это вызывало легкое раздражение, потом «Отвалите вы, засранцы!» И после этого это перешло в китайскую пытку водой. Только я начинал думать, что они наконец успокоились. Прыск-прыск! Это длилось на протяжении сотен миль. Прыск-прыск! Я не знаю, где они брали воду, чтобы наполнять эти брызгалки. И я даже не хочу думать о том, что, возможно, спустя некоторое время в бутылках была уже не вода. Прыск-прыск! Особенно поражало меня то, что они никогда не понимали, что шутку пора прекращать. Ни разу не было такого, чтобы кто-то из них сказал «Ну ладно, хватит с него!» Или «Окей, мне надоело!» Это продолжалось бесконечно, вне зависимости от моей реакции или ее отсутствия. Я просто наклонился вперед и пялился на приборную доску, размышляя о своей жизни. Прыск-прыск! Майк, естественно, находил это все уморительным. Вечеринки в Л.А. мне напоминали попытки выглядеть настолько круто, насколько можешь, пока нажираешься в процессе поиска цыпочек, которые скажут тебе, насколько ты крут, будучи нажранным. Вечеринки в туре с Эндином совсем иное, безумное дело. С одной стороны, милашки в то время в панк-роке встречались весьма редко. С другой стороны, с Эриком состязаться за них было бесполезно. Он мог очаровать хром от бампера, даже будучи пьяным, слепым и с заплетенными в волосах тампонами. До того, как вы заметите симпатичную девчонку на диване, к тому времени Эрик буквально уже стоял на руках, чтобы произвести на нее впечатление. Минуты спустя они уже были в соседней комнате, или в вене, или на качелях в местном парке и использовали мое полотенце как оптирку после секса. На этом этапе у меня были лишь девушки, с которыми я был долгое время в отношениях. В то же время Эрик и Диджей устроили состязание, чтобы узнать, кто из них подцепит большее количество девчонок за время тура. Призом была картонная коробка из Бургер Кинга, а мотивом – количество, а не качество. К концу тура они нос к носу шли к 10-10, и тогда Эрик подцепил в Альбукерке не особо привлекательную и внушительных размеров молодую женщину, которая умоляла его заняться с ней сексом. Она следовала за ним по пятам всю ночь, а затем поехала вслед за нашим веном в магазин. После того, как она согласилась купить ему бутылку шмурдяка, он обхватил ее сзади и оприходовал в грязи рядом с мусорным баком. Он вернулся в вен и объявил с улыбкой полной равной степени гордости и стыда. Диджей остался еще на одну ночь в Вегасе после последней ночи в туре. Он подцепил там еще одну девчонку и приехал на автобусе обратно в ЛА в попытке сравнять счет, но его последняя игра была не засчитана после рассмотрения. Сэндин выиграл корону. Также я слышал, что та девушка из Альбукерке преследовала его долгое время, и с тех пор всякий раз, останавливаясь в отелях Нью-Мексико, он заселялся под псевдонимом Великий Уолда Пеппер. Поразительно, к чему вы можете привыкнуть. Спустя некоторое время в туре я перестал удивляться тому, что спал под фортепиано у кого-то дома, а просыпался от того, что малахольные братья запускали в меня пустой кег. Поскольку было очевидно, что пока еще рано идти спать, я не спал и наблюдал за тем, как они заматывали гостя в гипсовый корсет из подручных материалов. Я не мог остановить этих парней, когда они поливали меня водой из брызгалки. Вы думаете, я мог помешать им бросать гриль в окно или прыгать на машинах, проламывая ветровое стекло той же ночью? Вы думаете, я мог помешать им сожрать дипломную работу студентки художественной академии следующей ночью? Или помешать их дальнейшему издевательству от несчастной студентки художественной академии, когда они сняли на ее камеру себя с ее зубными щетками, торчащими из их задниц? Это была в эпоху пленочных камер, кто знает, как долго она и ее сожители пользовались этими щетками, пока они не обнаружили эти фото. Спокойный сон ночью – это то, о чем я забыл почти сразу. Я помню, что одной ночью мы должны были вписаться в месте, которое называлось «Дом Блевоты». Я был в группе достаточно долго, чтобы понимать, что «Домом Блевоты» это место называли не потому, что оно было полно цветов и перьевых перин на кроватях. В самом деле, когда мы припарковались, кто-то блевал с балкона. Той ночью Эрин прилетела к Майку, так что они отправились в отель провести время в уединении. А я смекнул, что смогу поехать с ними и поспать в вене. Мы ездили кругами несколько часов, но они так и не смогли найти комнату. Спустя пару неловких взглядов, я осознал, что мешаю им заняться сексом, так что я взял свой спальный мешок и залез под вен. Но был разбужен посреди фазы быстрого сна, светом фонаря и криком копа, который приказывал мне вылезти. Это гнетущий момент, когда ты понимаешь, что в «Доме Блевоты» тебе было бы комфортнее. Сквозь очки ностальгии некоторые из этих историй кажутся веселыми, но когда ты в самой гуще, тебе уже не так смешно. И из глупого все может превратиться в пугающее мгновение ока. Глупое. Эрик и Диджей проводят время в Новом Орлеане, воруя безвкусную одежду для туристов из сувенирного магазина. Пугающее. Той ночью была крупная потасовка на шоу, в разгаре которой вырубили свет, охранники выграбили люлей и им пришлось убирать. После того, как все ушли, владелец предложил нам бесплатно выпить. В какой-то момент я перекинулся через бар, чтобы налить себе еще. Я поднял глаза и увидел ствол револьвера владельца на уровне моего носа. Ты можешь иметь что хочешь, но подумай, что ты готов отдать за это. Намек ясен, брат. Но все же, одной из самых мрачных ночей была та, когда мы играли с Диоэй в Миннеаполисе. После шоу мы с Эриком Мелвином общались с фанатом за сценой. Он чувствовал себя неловко в обществе и был не в своей тарелке. Так что Мелвин и я, которые всегда чувствовали себя немного неловко, пригласили его на вечеринку в доме, где мы вписывались. Я был измотан, скорее всего тем, что оставался на всю ночь в местах вроде дома Блевоты. Так что я вырубился в задней части вэна после пары бутылок пива. Я проснулся от воя сирен и мигалок, что неслись вдоль улицы. Полицейские машины и скорые стояли на расстоянии в полквартала. Мы слышали от кого-то, что кто-то пришел на вечеринку, завязал беседу с девушкой не того человека или что-то вроде того, а после его затоптала толпа с кинхедов. Расследуя обстоятельства дальше, мы с Мелвином сообразили, что это был тот парень, которого мы пригласили. Его избили так сильно, что он скончался от полученных травм. Эти события послужили источником вдохновения для песни Малачи Кранч. Я был рад, когда Майк написал ее. Вряд ли смерть этого безымянного панка попала в местные новости. Надо надеяться, песня принесла ему некую форму бессмертия. Ничего из этого не шло так, как я себе это представлял. Тур должен был доставить удовольствие. Не должно было быть драк. Пистолет не должен был направляться мне в лоб. Пиво не должно было приравниваться к деньгам. Ударники не должны были разрушать все вокруг. Люди не должны были умирать. Я был готов к приключению. Я был готов к трудностям. Но я не был готов к этому. И я также не был готов к соседу-наркоману. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok